Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжаем говорить о приставках и их значении. Приставки пространственного значения. Приставка В, ВО и предлоги В на К. Значение приставок. Движение внутрь. Например, Он вошёл в комнату. Движение наверх. Например, Мотоциклист въехал на гору. Приставка ВЫ и предлоги ИЗ, ЭС, ОТ, ИСПОД, ИЗЗА, НА К. Значение приставок. Движение изнутри. Например, Он вышел из комнаты. Движение испод. Из-за чего-либо. Например, ГОСТИ вышли из-за стола. Временное отсутствие. Например, ПОЗВОНИТЕ ПОЗЖЕ, ДЕКАН ВЫШЕЛ. Начало движения – срочное отправление. Например, Получив телеграмму, он тотчас выехал в Москву. Движение на открытое пространство к какому-либо ориентиру. Например, Он выдвинулся на юг. Приставка ВЗ, ВЗО, ВС. И предлоги НА, В. Значение приставок. Движение вверх на поверхность. С глаголами ВЗОЙТИ, ВЗБЕЖАТЬ, ВЗЛЕТЕТЬ, ВСПЛЫТЬ. Например, НАШ САМОЛЁТ ВЗЛЕТЕЛ В НЕБО. Приставка ПРИ. Предлоги В, НА, К. Значение приставки. Прибытие или доставка объекта в определённое место. Например, Он пришёл в магазин. Приставка У. Предлоги В, НА, К. Значение приставки. Удаление на большое расстояние. Отсутствие. Например, Он уехал в другой город. Приставка ПОД, ПОДА. Предлог К. Значение приставки. Приближение кому-либо, к чему-либо. Например, Он подошёл к столу. Приставка ОТ, ОТ, ОТО. Предлоги ОТ, В, НА. Значение приставки. Удаление на небольшое расстояние. Например, Он отошёл от стола. Доставка объекта куда-либо. Например, Студент отнёс книги в библиотеку. Отправление О всех видах транспорта, кроме воздушного. Например, Поезд отходит через два часа. Приставка С. СО. Предлоги. С, В, НА, К. Значение приставки. Движение сверху вниз или в сторону. Например, Поезд сошёл с рельс. Движение с разных сторон в одно место. Глаголы с постфиксом СЯ. Например, На научную конференцию съехались учёные из разных стран. Приставка РАЗ, РАЗА, РАЗ. Предлог ПО. Значение приставки. Движение из одного места в разные стороны. Глагол с постфиксом СЯ. Например, Они разошлись в разные стороны. Приставка ДО. Предлог ДО. Значение приставки. Достижение промежуточной или конечной границы движения. Например, Он дошёл до дома. Приставка ПЕРЕ. Предлоги ЧЕРЕЗ, ИЗ, В, С, НА, ОТ, К. Значение приставки. Движение с одной стороны на другую. Например, Я перешёл через улицу. Или Я перешёл улицу. Изменение места. Движение из одного места в другое. Например, МАТЬ ПЕРЕВЕЛА СЫНА ЧЕРЕЗ улицу. Он переехал из МИНСКО в МОСКВУ. Приставка О, ОБ, ОБА. Предлог ВОКРУГ или БЕЗ ПРЕДЛОГА. Значение приставки. Движение в обход кого-либо, чего-либо. Например, Он обошёл ЯМУ. Движение вокруг чего-либо. Например, Я обошёл здание. Я обошёл вокруг здание. Движение с пребыванием во многих местах. Например, Студенты обошли все залы Третьяковской галереи. Приставка ПРО. Предлоги МИМО, ПЕРЕД, ЗА, НАД, ПОД, ЧЕРЕЗ, СКВОЗЬ, В, НА, К, МЕЖДУ. Значение приставки. Движение мимо объекта. Например, Он прошёл мимо меня. Движение сквозь, через, между, внутрь, вперёд, по поверхности чего-либо. Например, Он прошёл через всю комнату. Ограниченность действия во времени и в расстоянии. Например, Студент пробежал 100 метров за 10 секунд. Движение дальше, чем нужно. Например, К сожалению, вы проехали свою остановку. Приставка ЗА. Предлоги В, НА, К, ЗА. Значение приставки. Прибытие куда-либо на короткое время или по пути в другое место. Например, Он зашёл к другу в гости. Значительное удаление. Случайное. Например, Мальчик заплыл на середину озера. Движение за предмет. Например, Машина заехала за угол. Движение внутрь. Например, А, Виктор, заходи. Приставки непространственного значения. Глаголы совершенного вида. Приставка ПО плюс глагол ХОДИТЬ. Предлоги ПО, В, НА и другие. Значение приставки. Ненаправленное движение, ограниченное во времени. Например, Он походит немного в саду. Приставка ПО плюс глагол ИТИ. Предлоги В, НА, К. Значение приставки. Начало направленного движения или начало нового этапа движения. Например, Он пойдёт в школу. Предполагаемое местонахождение. Например, Андрей дома? Нет, он пошёл на почту. Намерение, желание, возможность. Например, Подождите меня, я пойду с вами. Приставка С плюс глагол ХОДИТЬ. Предлоги В, НА, К. Значение приставки. Однократное движение к цели и обратно. Например, Он сходит в лес за грибами. Приставка ИЗ, ИЗ плюс глагол ХОДИТЬ. Без предлогов. Значение приставки. Распространение движения по всем направлениям. Например, Андрей уже изъездил всю страну. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось. А также подписывайтесь на мой канал. Пока!